МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области. В эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стеллу город трудовой доблести установят на площади Калинина. Как будет выглядеть памятник героизму сибирских тружеников? Первый прямой рейс в Турцию отправился после долгого перерыва. Какие страны теперь можно улететь из аэропорта Толмачева? Исследования при температуре 150 миллионов градусов сибирские физики укращают раскаленную плазму. СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На стройплощадке 4-го моста через ОПС сегодня закончили работы на 1-й опоре. Всего их будет 18. Строителям приходится учитывать сложную геологию. В створе моста расположены и мягкие грунты, и скалы, поэтому используют сваи разной длины. На месте, где в будущем пройдет эстакада, в эти минуты находится мой коллега Станислав Блинов. Станислав, приветствую вас, ждем подробностей. У меня за спиной находится первый из 18 опор нового автомобильного моста через ОПС. Прямо сейчас, рядом с этой опорой, рабочие продолжают сваривать металлоконструкции. Совсем скоро, прямо над этим местом, пройдет скоростная автомагистраль. Расчетная пропускная способность моста 60 тысяч автомобилей в сутки. О том, что уже сделано, и о том, что еще предстоит сделать до конца года, расскажем в вечернем выпуске новостей ОТС. Спасибо, Станислав Блинов, о том, какими темпами продвигается строительство четвертого моста через ОПС. Памятную Стеллу в честь присвоения новосибирскому звания «Город трудовой доблести» установят на площади Калинина. Окончательно к этому решению пришли сегодня на заседании Оргкомитета Победа в правительстве региона. Впереди архитектурный конкурс, по итогам которого определят, как именно Стелла будет выглядеть. Конечно же, в каждом городе объект должен быть индивидуальный и отражать специфику и особенность вклада каждой территории в Великую Победу. Стелла станет символом города, но место установки не позволит подойти к ней и рассмотреть вблизи. На заседании решили, что мегаполису необходим еще и памятник. Где его установят, предстоит решить мэрии. В честь присвоения новосибирскому звания «Город трудовой доблести» запланированы 139 праздничных мероприятий, например, тематический урок мужества, который пройдет во всех школах 1 сентября. Также в этом году в Новосибирской области вновь состоится диктант Победы. Акция захватит в три раза больше площадок. Пройдет она 3 сентября. Диктант проводится в нескольких этапах. По защищенным каналам за 2,5 часа материалы из Федерального центра тестирования поступают к нам. Мы должны будем их распечатать. Для этого из РЦОИ материалы поступают на площадки, которые находятся в муниципалитетах. Распечатываются и раздаются всем участникам диктантов уже в самих аудиториях. Успешная сдача диктанта может прибавить абитуриентам баллы к ЕГЭ по истории. В сентябре новосибирцев ждет еще одно мероприятие – исторический квест «Карта нашей Победы». Участников погрузят в атмосферу военного Новосибирска. Только в организации самого этого квеста участвуют около 180 молодых актеров, студентов творческих вузов. И я уверен, что именно они будут лучшими пропагандистами поводов для гордости, которое подтверждено высоким званием, которое присвоено Новосибирску «Город трудовой доблести». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Центра «Культурный город». Квест пройдет в трех форматах – автомобильный, велосипедный и пешеходный. Екатерина Новгородцева, Антон Мамаев, Новости ОТС. Из аэропорта Толмачево возобновили международные рейсы. Сегодня утром вылетел первый самолет. 172 пассажира отправились на отдых в Анталию. Изначально планировалось, что они полетят с пересадкой через Ростов. Приятно удивлены, попав в аэропорт, как замечательно, что мы летим не через Ростов-на-Дону. У нас прямой рейс. Мы быстро попадем по месту назначения, а не через пересадки, транзиты и ожидания долгие в аэропортах. Спасибо, что открылся рейс. Мы очень счастливы. Уже начало путешествия очень приятное. Чартерные рейсы в Турцию организуют три компании. Это партнеры нашей воздушной гавани. Кроме того, уже сейчас пересадкой в Москве, Петербурге, Ростове или Казани можно улететь еще в несколько стран. Без визы и справки об отсутствии коронавируса туристов ждут на Мальдивах, Черногории и Сербии. А для полета в Эмираты или Хорватию такая справка необходима. Пассажирам, которые прибывают в Новосибирск и с других стран, необходимо заполнить специальную анкету и сдать тест на ковид в течение трех дней. Обновить оборудование, расширить штат сотрудников, повысить их зарплату. С этим может помочь региональный бюджет. Сегодня в Новосибирске стартует конкурс субсидий для малого и среднего бизнеса. Подробнее о мерах поддержки расскажет Александр Шпак. Шумит конвейер. За его работой следят 15 сотрудников завода. Один из продуктов завода – пластиковая геомембрана. От ее качества зависит качество жизни сибиряков. Например, ею высылают котлованы мусорных полигонов. Если материал хороший, то он не будет пропускать ядовитую влагу, ядовитый рассол в почву. А значит, водоемы, которые питают города и села, не будут отравлены. Сфера использования геомембраны широка. Нужны они в строительстве золотых приисков, силостных ям, водохранилищ и самое близкое горожанам в строительстве дорог. Когда идет у них укладка, они формируют дорожный слой, полотно, и потом прокладывают его для того, чтобы асфальт меньше разрушался. В том, чтобы продукт приносил пользу, заинтересованы не только коммерсанты, но и региональные власти. Так, в рамках региональных программ «Малый бизнес и развитие промышленности» завод «Пром Геопласт» получил крупные субсидии. 5 миллионов в прошлом году и 4 миллиона в нынешнем. Благодаря инвестициям завод открыл еще одну производственную линию и нанял новых сотрудников. Это позволило увеличить выручку. За 6 месяцев выполнили годовой план прошлого года. Они планово и стабильно приближаются к цифре миллиардов. А это само по себе, естественно, отчисление в бюджет Новосибирской области. На этом сотрудничество власти и бизнеса не заканчивается. Новосибирск ждут изменения. Строят крупные объекты, для которых необходимо государственно-частное партнерство. Будет строиться, уже строится 4-й мост. Ну и вообще реконструкции дорог везде повсеместно идут у нас по стране. Тогда-то бизнес-партнеры и пригодятся. Старый друг лучше новых двух. Александр Шпак, Евгений Агеев, Новости ОТС. Маршрут пригородного теплохода по АБИ изменили с сегодняшнего дня. Это связано с понижением уровня воды в реке. Теперь теплоход, следующий по маршруту речной вокзал Седого Заимка, не будет причаливать к пристаням Бибиха и Новая Заря. Такие ограничения областной Минтранс вводит ежегодно, что обусловлено климатическими условиями. А дальше в нашем выпуске расскажем о новом развлечении для кудряшовской детворы, урожае кукурузы и кто сегодня выйдет на ринг против сибирских боксеров. Оставайтесь с нами. Исследования при температуре в 150 миллионов градусов в Институте ядерной физики научились прогнозировать процессы, которые будут происходить в реакторе ИТЭР. Это установка, над которой во Франции трудятся специалисты сразу нескольких стран. Проект масштабнее, чем Большой адронный коллайдер, и новосибирские ученые помогут избежать разрушения, а значит и утечки радиации. Рассказывает Сергей Толмачев. Европейский реактор ИТЭР, в переводе с латыни «путь», занимает площадь, примерно равную государству Монако. Эта установка поместится в двухкомнатной квартире. Но процессы ядерной физики одинаковы в любых масштабах, поэтому здесь можно легко моделировать то, что будет происходить на огромной территории во Франции. Пока там идет большое строительство. Тысяча рабочих создает уникальный комплекс, которым будут пользоваться физики всего мира. Его называют «искусственное солнце». Ученые контролируют процесс создания вот таких колец. Именно по ним почти со скоростью света будут лететь потоки плазмы с температурой 150 миллионов градусов. А температура плавления вольфрама, которым выложены стенки реактора, всего 3,5 тысячи. Сгорит, как спичка, если соприкоснется с плазмой. Поэтому ее направляют только по воздуху, с помощью магнитного поля. Но неизбежно возникают импульсы энергии, которые бьют по металлу и очень сильно нагревают поверхностный слой. В установке вольфрамовое покрытие в ИТЭРе примерно 8 миллиметров. А нагревается там, допустим, 0,2 миллиметра. И разрушается при этом? Сразу не разрушается. Он возникает напряжение. И эти напряжения растягивающие. То есть они тянут, как бы рвут верхний слой. А дальше разрушения могут пойти вглубь защитной обшивки. И частицы вольфрама будут отрываться от поверхности. И попадут в поток плазмы. А это и скорость замедляет, и на результаты экспериментов повлияет. Есть и еще одна серьезная опасность. Вот эти небольшие микрочастицы все-таки имеют большую площадь. И они могут на свою площадь адсорбировать тритий. Тритий радиоактивный. Ну и, соответственно, вот эта вот радиоактивная пыль с тритием будет адсорбаться где-то в реакторе. И в случае его разгерметизации, например, она где-то распространится в атмосфере и создаст угрозу радиоактивного заражения. Просчитать эти процессы пока не смог никто в мире. Нашим ученым удалось смоделировать их с помощью мощного электронного пучка. Он буквально подсвечивает проблемные участки, на которых возможно разрушение. А значит, предотвратит его. Это исследование наверняка позволит сделать международный реактор безопаснее. Сергей Толмачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. В поселке Кудряшовский праздник для местной детворы открыли новый игровой комплекс. Это не просто детская площадка на свежем воздухе. Целый городок, убедился Александр Попов. Вообще, это самый спальный район в поселке Кудряшовский. Самый спальный район был. А теперь у нас с самого раннего утра и до позднего вечера здесь такой гам, шум, детский смех. Ребятишки качаются в 7 утра. Оказывается, они здесь занимают очередь. И до позднего вечера здесь реально стоит большая очередь покататься на этих качелях. Таких даже в Новосибирске не видели, говорят местные жители. Из-за ажиотажа самым маленьким пока не подступится к новому развлечению. И в очередь выстраиваются родители. Сейчас основное место пребывания это площадка. Загнать-то теперь домой. Тяжело, тяжело. Тут дома, говорят, уже оценили, что до 10, до полодинства. Особенно дети, которые здесь живут. Очень тяжело детей загнать домой. В дневные часы сюда стекаются детвора со всего поселка. От этой площадки, конечно, все в восторге. Все дети допоздна. Не только этого двора, но и других. Все близлежащие. Знаем, где искать детей теперь. На этой площадке. Не протолкнуться и на горке. По проекту была более простая конструкция. Получилась настоящая крепость. Потрудились, добились скидки от производителей. Привезли более качественные детские горочки. А в связи с чем применяли? В связи с чем? Просто захотелось сделать лучше, красивее. Двор на улице Октябрьской благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У нас вообще план текущего года был изначально 167 объектов. Но благодаря той экономии, которую мы получили на торгах, у нас возможность в этом году выполнить уже 176. Мы 9 объектов прибавили. И даже те, которые уже получились в результате экономии, по ним контракты заключены, работы выполняются. Я уверен, что в сентябре они будут завершены. В ближайшее время строители закончат работы на площадках в Тагучине, Бердске, Парке, Южной Воскитиме. Это знаковые объекты. Крупнейшим из них будет Затулинский дисперсный парк в Кировском районе. Александр Попов, Алексей Погодин. Новости ОТС. Автобусы на особым контроле в Болотнинском районе. Проверки на дорогах после ЧП с участием пассажирского транспорта. В рейд с инспекторами отправилась и наша съемочная группа. Проверки на дорогах продолжаются после серии происшествий с участием пассажирского транспорта. Теперь под особым контролем автобусы. Будет осуществляться проверка водителей на соблюдение режима труда, отдыха, на соблюдение прохождения медиков, механиков, также различных других нарушений. Проверки проводят специалисты Западно-Сибирского управления госавтонадзора и дорожно-патрульная служба межрайонного отдела технического надзора. Проверяем карту диагностического техосмотра, то бишь полностью. После этого просим водителя, чтобы предоставил нам распечатку режима и отдыха труда по тахографу. При совместной работе оцениваем внешний вид водителя, то есть смотрим на усталость, выявляем внешние данные на алкогольное опьянение, наркотическое. Кроме того, большую опасность лечет и перевозка грузов, вес которых превышает допустимые нормы. При составлении администрирования материала, например, на 2% должен быть перегруз. Ему положено 20 тонн везти, он везет 40, то есть 41 тонн, 42 тонн везет. Это уже получается на 100% перегруз у автомобиля. Главная причина аварий – усталость водителя и, как следствие, невнимательность во время движения. Говорить о существенном снижении количества выявляемых нарушений не приходится. Даже наоборот, в большей степени увеличилось количество, например, выявляемых нарушений, связанных с режимом труда и отдыха водителей. Только на сегодняшний день было выявлено 7 нарушений. Проверки на территории региона продолжат. Кристина Семерякова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. В области в этом году родилась кукуруза, и влаги, и летнего солнца. Для початков оказалось предостаточно. Аграрии уже завершают уборку этой культуры. Из Двинского района сюжет моих коллег. Они все выполнены. Видать, влаги, сил, спотилось. А это зерновой сок. В початке семечка к семечку. Кукурузное поле радует глаз. Растения вымахали в рост человека. На отдельных участках собирают урожай больше 200 центнеров с гектара. Мы ее начали сеять 9 мая. То есть предпосылок на то, что заморозки весенние вернутся, уже не было. А потерять влагу с земли, здесь было больше риска. Полный цикл всей технологической схемы. То есть вот подготовки почвы еще с осени прошлого года. То есть работа с химией, посев качественный. Механизаторы выходят на смену рано утром, несмотря на погоду. Алексей Данилов говорит, дожди пошли на пользу. Початок наливной. Да и комбайн на таком поле работает без сбоев. Эта техника, она и масса, и нужна масса. Она такая, которая мелкая кукуруза, она жадко забивает. А так, когда хорошая кукуруза, она идет и идет. Убирать надо все равно. Хоть дождь, хоть грязь. Там что за погода дальше будет, неизвестно. Чем быстрее уберем, тем для нас лучше. А нам еще убирать не маленько. Вот три поля еще, три клетки хорошей кукурузы. Так что, я думаю, зимовочка будет хорошая для скотар. За смену механизаторы закладывают около 6 тысяч центнеров кукурузы на силос. Это месячная норма потребления животными хозяйства. Уже сегодня понятно, кормов хватит и молодняку, и дойному стаду на всю зимовку. За последние годы площадь по выращиванию силосных культур у нас значительно уменьшилась. Изначально где-то сеяли полторы, даже около двух тысяч гектар именно кукурузы подсолнечник была. На сегодняшний день у нас 800 гектар кукурузы. Это вот четыре хозяйства. Но это к сожалению. Конечно, это к сожалению. Это большая прибавка силосных молока. В хозяйстве Урюмская планируют завершить уборку кукурузы к концу следующей недели. Александра Шраудила, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. В эти минуты в Первомайском районе проходит матчевая встреча по боксу между сборными Новосибирской области и регионов Сибири. Соревнования проходят в необычном формате. Из-за угрозы распространения коронавируса ринг поставили под открытым небом. Александр Шраудила, наш спортивный корреспондент, готов выйти с мест событий в прямой эфир. Саша, как слышите нас? Да, Екатерина, добрый вечер. Действительно, хороший, погожий день в Первомайском районе. Сегодня встречает фестиваль бокса. Непривычно видеть такое событие без зрителей в формате онлайн. Но зато вот для своей аудитории боксеры постарались. Действительно, подготовили обширную программу. Выступали и барды. Демонстрировалась работа вот этого снаряда, на котором проверяется сила удара. Казаки выступали. Кроме того, здесь была представлена военная техника, стрелковое оружие. Потому что фестиваль приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также состоялась, естественно, уже матчевая встреча юниоров города Новосибирска. Между спортсменами правого и левого берега. Левобережные спортсмены одержали победу со счетом 4-2. Ну и вот прямо сейчас идет главное событие сегодняшнего фестиваля бокса. Это матчевая встреча между командами Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Очень мощные и достойные друг друга коллективы подобрались. И будем болеть за наших спортсменов. Екатерина. Да, Саша, спасибо. Александр Шарудила о соревнованиях боксеров со всего Сибирского федерального округа. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей в 20.30 на канале ОТС. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok